Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы должны завершить разговор о, наверное, самой красивой из средневековых легенде о любви. Легенде о любви пельменика края Корнуэла Марка из Тристана и ирландской принцессы Изольды. Изольды Белокурой. Или прекрасной Изольды, как ее обычно принято называть. Это два, наверное, главных постоянных эпитета, которые сопровождают имя этой героини. Изольды Белокурой и Изольды Прекрасной. Мы расстались с героями на том моменте, когда Тристан после трехлетнего проживания в лесу Мороа, в изгнании, преследуемый и травимый, как зверь, наконец решил воспользоваться удобным случаем и помириться с королем Марком, вернуть ему Изольду, ибо он считал, что для королевы неподходящее место лес. А Изольда, в свою очередь, считала, что для такого благородного рыцаря, как Тристан, жить в лесу, как и вечно преследуемый изгнанник, тоже не самый правильный выбор судьбы. И так, друг ради друга, они решили вернуться и связаться к жизни во дворце. Вы помните также, что король Марк принял Изольду, но не принял Тристана, велев ему удалиться в изгнание. Мы уже также немного поговорили о том, почему король Марк с такой легкостью поверил тому, что увидел. То есть поверил в то, что Изольда, проживая три года в лесу, оставалась ему верна. Помните, он случайно застал Тристана и Изольду, спящих в шалаше, и так вышло, что уставший Тристан не снял меч и даже не стал снимать одежды, и поэтому он увидел между лежащими меч и решил, что Тристан спас Изольду от смерти на костре, спас ее от прокаженных, как и полагается спасать ее и охранять ее верному вассалу. Но дальше в лесу он ввезет ее честь и честь короля, и, соответственно, даже вот спят они, положив друг между другом меч после такого времени. Ну, так вот началось прощение. Но вот почему Марк не пришел в голову, что это некий единичный случай? Ну, во-первых, я уже говорил, наверное, человек верит тому, что ему хочется верить. Ну и самое главное, Марк в какой-то степени попал в плен куртуазной традиции. Мы уже не раз говорили о куртуазной любви, о которой довольно много писали те, кто авторы жизнеоприятия Трубадуров. Ну, это такая возвышенная любовь, когда влюбленный воспевает, как правило, жену знатного сеньора. Она дарит ему кольцо, перчатку, еще какую-нибудь безделушку, которую он хранит, как святыню. И не более. Ну, она может, в конце концов, подарить ему поцелуй. Ну, во всяком случае, влюбленный и не рассчитывает, и не претендует на большее. Ну, от этой куртуазной любви, в том числе и в жизни Трубадуров, бывали тоже многочисленные отступления, и в их жизнеописаниях часто рассказывается о том, как Трубадур становился любовником своей дамы. Ну, это частности. А так, вот, в принципе, куртуазная традиция предполагала, что рыцарь декларирует любовь к чужой жене, и, в принципе, это хорошо. И для ее, и для чести ее мужа, ну, как же, влюбленный в рыцарь, воспевает красоту его жены, значит, она самая прекрасная на свете, побеждает ради нее на турнирах. Ну, вот, все, в принципе, замечательно. Но дело в том, что вот Трестановский сюжет выходит из очень древних кельтских корней. Это попытка наложить на куртуазные традиции совсем не куртуазный сюжет, который, и в конце концов, вот, куртуазность отступает на второй план. Здесь Трестан ведет себя совершенно противоположным образом тому, как следует вести куртуазному рыцарю. Как мы вскоре узнаем, он женится и вот будет вести себя по отношению к своей жене совершенно воздержанно, в то время как по отношению к чужой жене он воздерживаться не будет никогда. Итак, какое-то время Трестан предпринимал попытки встретиться с Изольдой. У них были еще дальние свидания, ибо каждый из них не мог жить друг без друга. Однажды Трестан заметил, что за ним следят двое из тех самых зловредных баронов, которые всю жизнь преследовали влюбленных, и он решил, что настало время отомстить им. Одного из баронов он убил во время, ну, когда ехал по лесу к Изольде, срезал его волосы, чтобы показать свой возлюбленный, вот тоже по нашим меркам, странный подарок. Но времена были суровые, и, наверное, подарок был тот, что надо. Пока Изольда разглядывала вот эти волосы, еще один барон начал подглядывать в окошко, и тут же Изольда одолжила у Трестана лук и построила и этого барона. Так, из четырех баронов в живых остался только один. Вы помните, еще один барон погиб в лесу. Во все времена, когда Трестан и Изольда жили в лесу, он попал от руки верного спутника Трестана, его арженосца Гарвенала, в более поздних версиях Гувернала. Ну вот, теперь влюбленным стало очевидно, что больше они не могут оставаться вместе, что за ними следят. И Трестан покинул Изольду снова. Вначале он отправился в Оэйс, совсем недалеко от Корнуэлла. Я говорил, что Корнуэл, Оэйс, Ирландия, Британь, все места компактного проживания кельтов является одновременно и местом действия романов, поэм о Трестане и Изольде. Наверное, тоже это факт не случайен. Вот мы знаем, что Трестан добывал Изольду в Ирландии, что он родился в Британии и вскоре вернется туда, что основные события легенды происходят на Корнуэле или Корнуэльсе. И, наконец, вот Оэйс. Там он, правда, пробыл недолго. Он поступил на службу к эйскому герцогу Желену, который принял хорошо Трестана. И однажды, когда он грустил, мучительно размышлял своей потерянной возлюбленной, ему он вдруг увидел чудесную собачку, которую когда-то герцогу Желену подарила некая дева, нимфа, фея с острова Авалон. Вот тут снова, первый раз мы упоминаем этот знаменитый остров, Инесс-Авалон, яблочный остров, остров, на который будет увезнено тело смертельно раненого короля Артура. Остров, который овеян очень многими кельтскими мифами, легендами. И вот здесь мы, наверное, впервые с ними столкнулись. Обитатели волшебного острова подарили чудесную собачку, о которой, так говорится, собачка-псикрю. Никто не был в состоянии достаточно искусными словами писать ее свойства и красоту. Шерсть ее отливала столь чудесно расположенными цветами, что нельзя было назвать ее мастер. Сначала шея оказалась белее снега, крупно зеленее треистник. Один бок красный, точно пурпурный, другой желтый, как шафран. Живот голубой, как лазурь, спина розоватая. Но если посмотреть на нее подольше, все эти цвета начинали плясать в глазах, сливаясь в какой-то один оттенок. То белый, то зеленый, желтый, голубой и пурпурный. То более темный, то посветлее. Но самым замечательным в этой собачке был волшебный колокольчик, который играл, и мелодия которого заставляла всех, кто слушал ее, забыть о своих страданиях, о своих печалях. И Тристан подумал, что, наверное, этот подарок был бы лучшим подарком для Изольты. Но, конечно, герцог Живиан не хотел расставаться с этой собачкой, и никому бы никогда ее не отдал. Тристан спросил у него, что бы он отдал бы тому человеку, который бы избавил его владения от страшного великана Ургана, Ургана Касматова. Герцог Живиан поклялся, что отдаст все, что тот не пожелает. Тристан сразился с еще одним великаном, убил его и потребовал в качестве награды собачку. Живиан умолял его взять что угодно иное, взять жену и его сестру, половину его владений. Но Тристан каждый раз отвечал, что я сражался только ради этой собачки. «Возьми же ее, но знаешь, что ты отнимаешь у меня радость моих глаз и веселье моего сердца», сказал Живиан, отдав ему собачку и изгнав Тристана из своих владений. Тристан потерял еще одно место, где он мог спокойно жить. И отправился в Британию. А вот собачку он переслал к Изольде с одним знакомым жонглером. Ну, еще раз напоминаю, что средневековые жонглеры – это исполнители песен, профессиональные певцы. Как правило, чужих песен, хотя, в принципе, могли исполнять и свои песни. Это вот не то, что мы называем сегодня жонглерами. Изольда вскоре разгадала тайну этого колокольчика и решила, что это неправильно, что вот Тристан будет страдать в разлуке с ней, она будет жить в покое. И вот поэтому она выбросила колокольчик в море. Вот этот эпизод «Тристановской легенды» отразился в моем стихотворении «Письмо Тристана». Вот как если бы Тристан написал письмо Изольде, послав его вместе со своим подарком. Ты над письмом, моя любовь, не плачь, но вспомни, как в тот вечер было жарко. Моя надежда, ласковый палач, моя Изольда, отданная марку, Нас мчал корабль, внезапно ветер стих, казалось, зной страшнее адских пыток. И выпил я один за нас двоих, любви хмель ноль и гибельный напиток. Я плыл с тобой, невестой короля, и мнил, не будет плаванью предела. Но показалось, впереди земля, владение марка, берег Корнуэла. Был у моей любви коротким путь, не сказано, что сказано не к сроку. Как мне бы хотелось наш корабль вернуть и плыть с тобой, погладив от широкой. Что было дальше? Марк меня изгнал. Ты, гордая, прошла, не глядя мимо, с тех пор скитаюсь, изгнанный вассал. Отвергнутый сеньлёром и любимой. Но вот однажды, на заказе дня, жонглёр знакомый мне пропел под лютню о том, что всё же любишь ты меня. И нет тебя на свете без приютней. Твои страдания для меня укор. Пусть лишь моими будут эти стоны. Тебе отдаст с моим письмом жонглёр волшебную собачку Авалона. Есть колокольчик на собачке той. Я за неё сразился с великаном. Он прозвонит, и обресёшь поколь, и заживут мучительные раны. Пускай тебя разлука не томит. Когда мою собачку гладить будешь, тихонько колокольчик зазвонит. И ты меня, любимая, забудешь. Путешествие по Британии, Тристан вдруг обнаружил разорённый край, сожжённые деревни, голодных крестьян. И он узнал, что на владение бретонского герцога Гоэля, ну, и Хаэля, напал его неверный вассал, граф Риоли. Ну, в некоторых версиях его называют по-другому. Требуя, чтобы тот отдал ему в жёны его дочь Беларуку и Зольду. То есть, тёску возлюбленной Тристана. И вот теперь он фактически опустошил все земли Гоэля, и последний замок, Каре, держится с трудом. Тристан решил приехать к этому замку. Он увидел замок, окружённый большой армией. Вот здесь мы видим такую средневековую миниатюру, на которой изображена осада замка. Он подлехал к воротам этого замка. И вот хозяева были удивлены, что кто-то хочет помочь им в беде. Ну, они напомнили Тристану, что жители обитателей замка умирают от голода и жажды. На что Тристан ответил, что он два года, или три года, как вы знаете, жил в лесу, пытался кореньем и дичью. И это было самое счастливое время в его жизни, что он не боится лишений. И вот замки его приняли. Тристан в результате первой же вылазки отбил небольшой обосс, а потом во время решающей битвы поразил и главного зачинщика войны, неверного вассала графа Реоля. Тот сдался Тристану вместе со всем своим воинством. И, соответственно, Тристан принес герцогу Гаэлю победу и спасение. Вместе с Тристаном отличился в этой битве и сын Гаэля, храбрый рыцарь Каэрдин, который сражался с ним бок о бок. И после окончания войны он стал убеждать отца любыми способами удержать Тристана в его владениях, что такой славный, благородный рыцарь будет лучшим защитником для нашей земли. Гаэль не возражал. По одной из вертель Каэрдин подслушал жалобы Тристана, который громко жаловался о своих любовных страданиях, и спросил его, из-за чего он так страдает. И Тристан ответил, что страдает из-за любви к Изольде. Ведь все мысли его были о той самой белокурой Изольде. Но Каэрдин понял, что Тристан влюблен в его сестру. И сказал, что никаких препятствий быть здесь не может, что он счастлив породниться с таким рыцарем. Ну и Тристан понял, что отказавшись от брака, он обидит своего нового друга. Тем более, что Изольда далеко. Наверное, благодаря чудесному колокольчику она уже забыла обо мне. Ну, тоже надо как-то жизнь устраивать, раз уж так все получилось, и раз между нами моря. И он согласился, допустив еще одну роковую ошибку. Но когда настало время брачной ночи, и слуги с Тристана стали снимать одежду, то при этом на пол упал перстень, кольцо из-за зеленой яшмы, подаренное Тристану Изольдой перед разлукой. Ну, в более поздних версиях, кстати говоря, кольцо тоже каким-то образом пытается повысить в ценности, сиделось, ну, это же кольцо с каким-то сапфиром, изумрудом, алмазом. Но в ранних, в более простых версиях это кольцо из-за зеленой яшмы. Эта версия мне больше нравится, но они и древнее. Тристан, и вот увидев это кольцо, Тристан понял, что он не может забыть Изольду, что никто, кроме Изольды, ему не нужен. И вот во время брачной ночи он ни разу не прикоснулся к своей молодой жене. Здесь, в ранних версиях, Изольда Белорукая спросила у Тристана, почему не обидела ли она его чем. И он тут же придумал объяснение, что вот когда-то он сражался со страшным драконом, и когда ему казалось, что он погибнет, он дал обет Святой Деве Марии, что вот здесь он спасется, и если ему суждено будет жениться, то в первый год после свадьбы он будет воздерживаться от ласк и облетий. Вот в более поздних версиях несчастная наивная девушка так и не узнала, что вот замужество, свадьба, радости супружеской жизни, они ограничиваются только облетиями и поцелуями. Этой же версии придерживался завершитель рыцарских романов Мэлори в своей фундаментальной книге «Смерть Артура». Возможно, уже, правда, описывал он об этом с некоторой иронией. Ну, так и иначе, однажды Изольда Белорукая скакала на коне по коне, ударил копытом о лужу, брызги попали высоко под платье, и она позволила себе пошутить, что вот вода гораздо храбрее, чем Тристан. Брат услышал эту шутку, стал допытываться. Потом, когда сестра в конце концов все рассказала, он пришел к Тристану и стал спрашивать у него, почему сестру обижаешь, почему женился на сестре и вот не живешь с ней, как положено мужу жить с молодой женой. Тристан в конце концов все рассказал Каирзину. Тот попросил у него три дня на размышления, и на третий день пришел к нему и сказал, что если все, что ты говоришь, правда, то твой брак с моей сестрой – это безрассудство и глупость, и что он не принесет счастья ни тебе, ни ей. А что до тебя, то тебе следовало бы точно убедиться, что чувствует на самом деле к тебе Изольда. Давай вместе отправимся на Корнуэл, к замку Тинтажель и узнаем. Так и было решено. Два друга отправились в путешествие. Там, недалеко от Тинтажеля, Тристан встретил своего тоже, еще одного старого друга Диноса из Лидена. В старых версиях, как я уже говорил, Динос – это тенишаль, король Амарка. В более поздних – это уже король. У него Лиден превращается уже в собственное королевство. Ну, в любом случае, во всех версиях – это верный друг Тристана, которому Тристан просит помочь встретиться с Изольдой. Он отдает ему кольцо из зеленой яшмы. Тот приходит к Изольде, когда-то играла в шахматы, наклоняется над ней и начинает показывать, подсказывать, какие ходы делать правильнее. При этом Изольда, конечно же, обратила внимание на знакомый перстень. Она смешала фигуры, сказав, что вы запутали меня, я не могу больше играть. И попросила, и назначила, и вскоре сказала Диносу, в каком месте она будет совершать путешествие по Корнуэлу. И она знала, что Тристан, как никто другой, умеет подражать языку птиц. И когда из кустов она услышала неожиданное чудесное псичье пение, она уже точно сказала чудесным псичкам, куда она отправляется. И никто не удивился, что вот короля вдруг заговорила с псичками. И вот так Тристан мог бы, наверное, встретиться с Изольдой. И, может быть, многие события бы развернулись бы по-другому. Хотя, конечно же, по всем версиям их любовь была обречена. Они... Ну, тем не менее, вот произошло одно из недоразумений, которые всегда сопутствуют героям в рысарских романах. Неизбежное недоразумение. Некий рысарь увидел в лесу знакомые значки на каких-то других рысарях, двух рысарях, которые скакали по лесу. По крайней мере, один значок был совершенно ему знаком. Значок Тристана. Стал звать с Тристана. Тот не повернулся. Он увидел, что оба рыцаря от него убегают. Он стал звать, заклиная именем Белокурой Изольды. Тристан не остановился. Удивленный рыцарь, вернувшись в Синтажель, рассказал обо всем Изольде, что вот Тристан убежал от меня, хотя я его звал, заклиная вашим именем. Изольда была страшно скреблена. Она, видя, веря, знала, что Тристан самый сильный и храбрый из рыцарей. И то, что он бежал от какого-то среднего, посредственного рыцаря, хотя его даже заклинали ее именем, ну, значит, верный знак того, что он ее разлюбил. И она не пожелала с ним встречаться, и велела передать своим слугам Тристану, что не будет ему от Изольды ни привета, ни любви, и что она не хочет его видеть, вернув ему его кольцо. Тристан попытался все-таки увидеться с ней, объясниться, хотя он понимал, что ему угрожает очень большая опасность, если Изольда его выдаст. Он изменил свою внешность, обрел свои светлые кудри, измазал лицо, закутался в рваный плащ и стал напоминать прокаженного. И вот он прибыл однажды к храму, куда шла Изольда за утренней, чтобы попытаться с ней поговорить. Она выходит, наконец, она направляется в церковь, прокаженный идет за слугами, вертит свою трещотку и молит жалобным голосом. Королева, подайте мне что-нибудь, вы не знаете, как я нуждаюсь. По мощному телу и осанке Изольда его признала. Она вся дрожит, но не доставит ли он взглядом. Прокаженный ее молит. Жалко было слышать его. Он тащится за нею. Королева, если я смеюсь подойти к вам, не гневайтесь, смилитесь надо мной. Я вполне этого заслуживаю. Но королева зовет слух и стражу. Прогоните этого прокаженного, говорит она им. Слухи толкают ли его и блюд. Он сопротивляется и кричит. Жальтесь, королева! Тогда Изольда громко рассмеялась. Ее смех звенел еще, когда она вошла в церковь. Услышав ее смех, прокаженный ушел. Королева сделала несколько шагов по церкви, затем ноги ее ослабели, и она упала на колени, головой на земь, руки крестом. В тот же день Тристан распрощался с Диннцем в таком угорчении, что казалось, он лишится рассудка, и судно его отплыло в Британии. Увы, королева вскоре раскаялась, когда узнала Диннца из Лидена, что Тристан уехал в такой грусти. Она вскоре узнала, что на самом деле не Тристан бежал от этого рыцаря, а его слуги, которые должны были сберечь его коней и одежду. Но дело было сделано. Этому эпизоду посвящено еще одно стихотворение Тристан прокаженный. Тролль, который упоминается в этом стихотворении, такой маленький человечек, лесной человечек из средневековых легенд. Обычно он помогает рыцарям, хотя характеры у тролльдов достаточно скверные. Тролльдов не надо путать с скандинавскими троллями, конечно же. Итак, Тристан прокаженный. Архангельскому хору на заре ворчание вторит маленького тролльда. Из расписных ворот в монастыре выходит белокурая изольда. Она идет спокойно и горда, играет ветер горностаем белым. Прекрасней королевы никогда еще земля не знала Корнуэла. Алмаз, вплетенный в кельтскую косу, горит не так, как эти косы ярко. Поет жонглер про гордую красу, ее любовь к блистательному марку. Всем нищим дарит щедрую руколь, едва несчастных видит пред собою. Вдруг прокаженный, сломанный клюколь, упал пред нею с жалобной мольбою. Прекрасная владычица, живи! Я не прошу ни серебра, ни злата, но подари мне капельку любви, которой так душа твоя богата. Она мгновенно сделалась резка, покрылись щеки пятнами от гнева. Немедля прогоните дурака, вассалом приказала королева. И в храм идет, а он за ней ли вслед, не замечая криков и побоев. Ужали в сердце, сострадания нет тому, кто на коленях пред тобою. Ты мне дала однажды горький яд из рук твоих львов я выпил снова, но исцелит меня один твой взгляд. Всего одно, но ласковое слово. Уже и здесь нет доброго кнута, и верного вассала нет уже ли. Кто покарает наглого шута за смех над королевой тинтажеля? А нищий ей, сильна моя вина, я погубил свою любовь и счастье. Но если боль раскаяню цена, я заслужил прощение и участие. Все смолкли, слезы на глазах у тех, кто гнал его назад еще мгновенье. Но тут раздался королевы смех, исполненный холодного презрения. И нищий прочь, потупившись, пошел. Та в храм вошла в спокойствие великом. И пала вдруг, как мертвая на пол, у алтаря с почти беззвучным скриком. Брел нищий к морю сквозь густой туман, не слыша плача маленького тролльда. И знал из всех людей один трестан, что узнан был он лишь одной изольдаль. Однако влюбленным суждено было еще раз встретиться. Эту последнюю встречу Тристана и Зольда описывается в анонимной поэме «Тристан Леродивый». Однажды Тристан, не сказав никому, покинул Британь, попросив корабельщиков, чтобы те взяли его и отвезли к замку Синтажей. Там, на берегу Корнуэла, он обменялся одеждой с одним крестьянином. Тот с удовольствием взял богатый наряд Тристана, отдав ему свой бедный. И вот он снова изменил облик, перероделся, как в Леродиво, то есть обрил снова волосы, оставив только крест на голове. В некоторых версиях он берет свою знаменитую арфу, а ведь Тристана часто изображают с арфой в руке. И вот он начал и направился к своему замку Синтажей. Вскоре его окружили дети. Вот здесь как раз мы видим одно из 11 витражей Габриэля Данте Рассетти, на котором изображен Тристан в окружении улюлюкающей толпы. Когда Тристан вошел в замок, играя своей дубинкой, слуги и конючни столпились вокруг и стали травить его, как волка. «Поглядите на помешанного! Угу-гу!» Они кидают в него камнями, колотили его палками. Но он терпел это, прыгая и предоставляя себя на их волю. Если на него нападает слева, он оборачивался и бил палкой направо. Среди смеха и крика, увлекая за собой беспорядочную толпу, он добрался до порога залы, где под балдахином рядом с королевой сидел король Марк. Он подошел к двери, повесил на шею свою дубину и вошел. Увидав его, король сказал «Вот славный собеседник! Пусть приблизится!» Его привели с палкой на шее. «Привет тебе, дружок!» — сказал Марк. Тристан ответил, докраницей изменив голос. «Государь, добрейший и благороднейший из всех королей! Я знал, что при виде вас мое сердце растает от нежности! Да хранит вас Бог, славный повелитель! Зачем пришел ты сюда, дружок?» «За Изольдаль, которую я любил! У меня есть сестра, которую я вам привел! Прекрасная Брунфильда! Королева надолела вам! Попробуйте эту! Поменяемся! Я отдам вам сестру, а вы дайте мне Изольду! Я ее возьму и буду преданно служить вам!» Король засмеялся. «Если я тебе отдам королеву, что станешь ты с ней делать? Куда ее увезешь?» «Туда, наверх, между небом и облаком, в мое чудное хрустальное жилище! Солнце пронизывает его своими лучами! Ветры не могут его поколебать! Туда понесу я королеву в хрустальный поколь, цветущий розами, сияющий утром, когда его освещает солнце!» Король и барон говорят между собой, «Славный ты, дурень!» «На слова мастера!» Он сел на ковер и нежно смотрит на Изольду. «Друг, — сказал ему Марк, — откуда у тебя надежда, что моя жена обратит внимание на такого безобразного дурака, как ты? У меня есть на это право! Я много для нее потрудился, и за нее я с ума сошел! Кто же ты такой?» «Я Тристан, что так любил королеву и будет любить ее до смерти!» При этом имени Изольда вздохнула, изменилась в лице и гневно сказала ему, «Ступай вон! Кто привел тебя сюда? Ступай вон, злой дурак!» Он заметил его гнев и сказал, «А помнишь ли ты, Изольда, тот день, когда раненый отравленным мечом Марольда, плывя по морю со своей арфой, я случайно пристал к ирландским берегам? Ты меня исцелила! Неужели ты не помнишь этого больше?» «Вон отсюда, дурак!» — отвечал Изольда. «Не нравятся мне ни твои шутки, ни ты сам!» «А помнишь ли ты, королева Изольда, большого дракона, которого убил в твоей стране?» Я спрятал язык в кармане и совсем опаленный его рядом упал у болота. Зивный тогда я был рыцарь, и я ждал смерти, когда ты пришла ко мне на помощь. «Замолчи! Ты оскорбляешь рыцарей! Ты помешан от рождения! А юродивый снова расхохотался и продолжал. «А помнишь ли ты, королева Изольда, как во время купания? Ты хотела убить меня с моим же мечом и сквозь золотом волосе, который я тебя успокоил!» «Умолкни, злой рассказчик! Зачем явился ты сюда со своими бреднями?» «Правда, я пьян, но от такого напитка, что никогда опьянение это не пройдет. А помнишь ли ты, королева Изольда, тот чудный жаркий день в открытом море? Тебе захотелось пить? Помнишь ли, королевская дочь? Мы выпили с тобой из одного кубка. Столь порей всегда был плян и плохим опленением». Марку понравились шутки дурака, и он велел, оставившись его в замке. Вскоре Тристан стал пытаться встретиться с Изольдой, но сама Изольда отказывалась с ним видеться. Служанка Бранжиена тоже не хотела, не жаловала говорить с ним, хотя он напомнил ей о том, что именно она не уберегла тот любовный напиток, который когда-то Изольда и Тристан выпили вместе. И вот окончательно Тристан, Изольда поверила, что этот уродливый, леродивый и есть ее возлюбленный, после того, как Тристана узнал его верный пес Хюзден, который жил с ними во время их лесного изгнания. И вот здесь мы видим, он бросается к Тристану, начинает облизывать его руки, лицо, а до этого он целыми днями лежал в углу и иногда только жалобно скулил. Вот здесь очень, конечно, характерный эпизод. Конечно, в первую очередь приходится нам на память история Одиссея, вот многострадальный Одисей вернулся в свой дом, изменив свой облик. Никто его не узнал, и только его верный пес Аргус узнает своего хозяина. Так? Тристан в последний раз провел несколько блаженных ночей в объятиях своей возлюбленной Изольды. Снова им удавалось встречаться. Ну, в конце концов, слуги подлезели, куда вот ходят из подвала странной, из чуланов страны, вот гость. Тристан понял, что оставаться дольше нельзя, и они попрощались. На этот раз попрощались навсегда. Они знали, что в этой жизни они больше не увидятся. Этот эпизод, эта поэма тоже отражена в стихотворении Тристан Леродевой. Король проснулся утренней порой, а за окном и шум, и смех, и споры. Леродевой, гонимый детворой, У стражи просят отворить затворы. В плаще расшитом нитью золотой И в доброй русской шапке из куницы Сбегает Марк по лестнице крутой За божьего страдальца заступиться. Над тем, кто выбрал холод, зной и боль, У стен моих глумитесь зерстновенно. Какой ты добрый, дяденька-король, Сказал ему с улыбкою блаженной, Мою ты просьбу выполнишь одну. Твоя, Изольда, женщин всех нежнее, Так подари, король, свою жену. Поверь, что для меня она нужнее. Смеется Марк, забавный дуралей, Ты моего не стоишь даже гнева. А как отдам, что делать будешь с ней? Как накормить ты мыслишь королеву? Поверь, что есть и у меня венец, И не как твой венец, венец небесный. Из песен я построил ей дворец, Дворец хрустальный, облачный, чудесный. Ей ангелы подарят тишину и музыку, Мелодии всех нежнее. Отдай же мне, король, свою жену. Поверь, что для меня она нужнее. Король в ответ. Несчастный идиот, Бери ее хоть нынче, ради Бога. Но знай, с тобой и Зольда не пойдет. Ей не нужны воздушные чертоги, Ее согреть не сможет блеск меча. И накормить жонглера песнь пустая. Нужны ей золоченая парча, И добрый плащ, подбитый горностаем. Я заплету алмаз в ее косу, А ты, мой милый, Бус и нищ к тому же. Моя жена пыталась жить в лесу, И вот, как видишь, Возвратилась к мужу. И, видав, и Зольду, наконец, Спросил с насмешкой, Потирая века, Не хочешь ли в заоблачный дворец Улететь за этим добрым человеком, А нищий ей. Пойдем со мной, пойдем! Обручены мы и землей, и морем, Хмельным напитком, выпитым вдвоем, Минутой счастья и бессрочным горем. Нас обручил любви благой закон, И рук твоих целительная сила. Не для тебя убитый мной дракон, Цветы, что свяжут наши две могилы. Мы друг для друга созданы судьбой, Лишь для тебя мои мольбы и песни. Скорее же уйдем, уйдем с тобой В дворец хрустальный, облачный, чудесный. Ее как будто опалил огонь, Она дрожит, как ласточка в синетах. Прижав к колбу горящему ладонь, Изольда ищет слово для ответа. Налился кровью старый мой рубец, Мне исцеления не найти, уже ли? Я так хочу в заоблачный дворец, Я так хочу остаться в синтажеле. За счастье я страданием плачу, Но я жива, покуда я страдаю. Не знаю я сама, чего хочу. Мне кажется, я ничего не знаю. Меня смутил и напугал дурак. Он на меня глядит лесным сатиром. Прошу тебя, поддаль ему медяк И отпусти его из замка с миром. А мне же, да, понравился болван. Меня смешить он будет неизменно. Пусть он займет под лестницей чулан, И пусть ли ему поселят слуги сена. Я дам ли ему и хлеб, и серебро, И новый плащ ему я дам в дорогу. И развлекусь, и сотворю добро, И стану сам еще угодней Богу. И слуги отвели его в чулан, И затворился нищий нелюдимый. Впервые в жизни слезы лил Тристан. Впервые он не узнан был любимый. В Британии Тристана вскоре настигла смерть. Вот здесь, на этом рисунке, Из засады его поражают отравленной стрелой. Хотя в большинстве версий Все-таки речь идет о отравленном копье. Ну, так или иначе, Тристан получил смертельную рану, От которой его никто не мог исцелить. Гаэль окружил его лучшими лекарями, Но от них было пользы мало. И тогда Тристан попросил Каэрдина, Чтобы тот отправился в тентажей И встретился с Изольдой. Чтобы никто, кроме Изольды, Не сможет меня исцелить, сказал он. Этот разговор слышала жена Тристана, Изольда белорукой. И она поняла, что Тристан ее обманывал. Что он не жил с ней как женой, Не потому, что он дал какой-то обет Богу, А потому, что он любил другую женщину. Ревность, уязвленная гордость овладели ей. Она была очень обижена на Тристана. А между тем, друзья договорились, Что эти Каэрдин приедут с Изольдой, То он приплывет под белыми парусами. А если один, если Изольда не приедет с ним, Или если Изольда умерла, В общем, если Изольда не будет, Он вернется под черным парусом. Тристан... И вот, когда корабль наконец появился, То Изольда белорукая Сказал Тристан о том, Что в парус черный. Ну, и Тристан понял, Что он не увидит Изольду, Что жизнь ему незачем больше удерживать. И, сказав трижды, Изольда дорогая, он умер. Что до потешения Каэрдина, То ему удалось перехитрить всех. Он притворился купцом, Разложил драгоценности Перед короем Марком и Изольдой. Там, среди драгоценных камней, Он положил кольцо из зеленой ляшмы, По которому Изольда поняла, Что он посланец Тристана. Потом они... Потом она уговорила мужа, Чтобы он отпустил ее на берег моря, Посмотреть на корабле у купца Какие-то еще иные украшения, Потому что он очень... Много у него хороших товаров. Сопорождал Изольду барон Андрет, Вот последний, самый зловредный из баронов, Самый главный враг Тристана. Когда Изольда поднялась на корабль, Андрет, конечно же, Последовал за ней, Как человек, которому было поручено Охранять короеву. Был сброшен ударом весла в море И утонул. В море. Так вот, Последний из врагов Тристана погиб. Между тем, И вот корабль, Сезольда причалил к берегу, Она видит, что Жители каре Кого-то оплакивают, Звонят колокола. Она узнала, что У одного из прохожих, Что умер Их господин, Сэр Тристан, Она не спеша поднялась по лестнице. Между тем, На телом Тристана, Горько, Рыдала Его Жена, Которая уже Пожияла о том, Что О своем обмане, Вот Изольда белорукая. Другая Изольда Вошла и сказала ей, Встань И дай мне к нему подойти, У меня больше прав Его оплакивать, Чем у тебя, поверь мне. Я сильнее его любила. Она обратила лицо к востоку, Помолилась к Богу. Потом слегка приоткрыла тело, Легла с ним Своим милым, Поцеловала его уста в лоб И нежно прижалась к нему. Тело селом, Уста с устами. Так она отдала душу, Умрала с горя По своему милому. Король Марк, Узнав о том, Что случилось, Увел сделать Для влюбленных Два гроба. Один для Старистана Изберила, Для Изольды Из Халцедона. Они были похоронены В разных частях По обе стороны часовни. Но вскоре Из их могил Вырос терновник. Ну, или говорят Какие-то другие цветы, Но чаще всего говорят Именно про чудо с терновником. И терновник переплылся. Марк приказал его срезать. И так терновник срезали Три раза, Пока, наконец, В четвертый раз Он снова не вырос, И его решено было Не срезать никогда. Очень, Тоже сюжет, Напоминаю, Имеющий параллели В ирландских легендах. Вот я одну из таких Приводил легенд, Когда, Например, На месте Смерти Двух влюбленных Выросли два дерева, Напоминающие Своими очертаниями Их лица. И вот Когда из этих деревьев Делали дощечки, На которых написали Какие-то истории О любви, То дощечки эти, Принесенные в одно И то же место, Вдруг прыгнули Одна к другой И склеить, Так что их Нельзя было разделить. Но вот это Уже Отражение этих легенд В более позднюю эпоху. Есть еще Такой вариант, По которому Изольда умерла Вот не сразу В месяц Не одновременно С Тристаном, А где-то через месяц После его смерти. Вот здесь На этом рисунке Она стоит У могилы Тристана, А король Марк Со страданием Смотрит на свою жену, Зная, Что он И может помочь. Это Ранние версии Этой легенды. В ранних версиях Король Марк Предстает человеком Вполне достойным, Несчастным. Просто вот Не повезло человеку, Что два самых близких Ему человека Влюбились Друг в друга. Разве что Его можно упрекнуть В слабой характерности В том, Что он поддавался Давлению Своих зловредных баронов. В более поздних версиях, Как я об этом уже говорил, Король Марк Становится Неким исчезаем зла, Подлецом, Отравитием, Который Которого Тристан Неоднократно Спасает От верной смерти, Спасает Его королевство. Каждый раз Марк Платит ему За спасение Обманом, Предательством, Затачает его В тюрьму. И в конце концов, Как вот видно На этом рисунке, Предательски Убивает его. Вот Согласно Книге Мэлори Смерть Артура, О которой мы Много будем говорить, Тристан И в этой книге Он называет Сэр Тристрам. Он прожил Три года Не в лесу Маруа, А в замке Виселая Стража, В замке Его лучшего друга Ланселота Озерного, Который, Конечно же, Прилетил Тристрам. Ну, Мэлори Человек Практичный, Его Книги Эта практичность Не раз Показывает, Проявляется, И, соответственно, Он И тоже думает, Зачем такому Знатному Рысарю, Имеющему Одному из лучших Рысаря в мире, Жить в лесу, Когда Его должны Нальтись Друзья, Которые бы Их Прилетили. Ну, Вот, Марк Дал Обещание, Что Тристрам И Изольда Могут вернуться И жить у него В королевстве В полной Безопасности. И, конечно же, В очередной раз Слово нарушил. И вот, Снова, Еще раз Показываю, Как В тот момент, Когда Тристрам Играл на арфе, Подбегает Корой Марк И то ли коплем Отравленным, То ли мечом Пронзает Его в спину. Ну, Корой Марк Становится Таким вот Негодяем. Ну, В этих легендах Да, Тоже вот Еще Витраж, Где Изображается Убийство Марком Тристрама Или Тристана. Это Коварная Фея Моргана, Которая Однажды Хотела использовать Сэра Тристрама Против короля Артура. Вот здесь Она вручает Ему Щит, На котором Изображена Двусмысленная Сцена. Вот эта Сцена Некий рыцарь, Который Попирает Короля И Королеву. То есть Она хотела Намекнуть На Ротальный Роман Ланселота И Гвенервы. Жена Короля Артура. Но Тоже У нее Нечего Тристрам Был Другом Ланселота И Впрочем Это история Которой Мы будем Говорить. Итак Мы Завершили Разговор Повторяю О Самой Популярной Самой Знаменитой Легенде Зрелого Средневековья. Мы Узнали О том Как она Соотносится С ранними Кельтскими Легендами. В принципе Разговор Об этих Кельтских Корнях Этой Легенды Можно И продолжить. Точно Один из Первых Вопросов Которые Мы будем Обсуждать Это Артуровский Вопрос Вопрос О реальном Существовании Короля Артура. Но это На следующей Лекции. До свидания. Всего вам Доброго.